Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Раскольников Приволжского округа в Самаре задержали предполагаемого серийного убийцу, жертвами которого становились пожилые женщины. Всегда на чеку дежурной части полиции исполняется 99 лет. Сюжет из пылу с жару телевизионную кухню Самары ГИС показали школьникам. Кто не успел, тот не опоздал. Выпускники досрочно сдают ЕГЭ по химии и истории. Предполагаемый серийный убийца признал свою вину сегодня решением Самарского районного суда гражданина Казахстана Павла Шай Ахметова взяли под стражу. Его подозревают в двух жестоких убийствах в Самаре, но следствие не исключает, что эпизоду в этой деле может оказаться больше. Из зала суда наш корреспондент Олег Зверев. Гражданин республики Казахстан Павел Шай Ахметов, предполагаемый серийный убийца, сегодня его арестовали на время следствия. Пока в этом уголовном деле только два эпизода. 25 и 27 марта в Самаре были обнаружены тела двух пожилых женщин, но следователи проверяют подозреваемого на причастность к другим подобным преступлениям. Преступление совершилось из корыстных соображений. Он проникал в жилище присорелых женщин, убивал их и завладевал деньгами и ценностями. Был задержан с поличным, у него найдены были ювелирные изделия, которые были похищены в результате этого тяжкого преступления. Денежные средства, ну и материальные носители, которые находились у потерпевших. Как минимум два ближайших месяца Шай Ахметов проведет за решеткой. С такой меры пресечения он согласен, да и вину свою не отрицает. Следствие предполагает, что на его счету как минимум еще одно подобное преступление в Смоленской области. А может быть и больше сообщения о подобных убийствах регулярно появлялись на лентах информагентств в разных регионах страны. Почерк один и тот же. Постучал в дверь, вошел в доверие, а заканчивалось все трагедией. В первом случае жертва была задушена, во втором случае он воспользовался ножом. Свою вину по вот этим преступлениям, которые мы вам сейчас рассказали, он признает. А есть основания предполагать, что он психически нездоров? Ну, по тому, как он совершал, что он совершал, конечно, такие основания есть. В случае, если причастность Шаяхметова к другим подобным преступлениям будет доказана, максимальное наказание, которое грозит ему – пожизненный срок лишения свободы. Олег Зверев, Сергей Баскин, Григорий Пешаков. События. На чеку круглые сутки профессиональный праздник отметили сотрудники дежурной части полиции. Службе, которая первого знает обо всех происшествиях, благодаря которой преступление удается раскрыть по горячим следам, исполнилось 99 лет. Только за прошлый год дежурной части региона поступило более полумиллиона звонков. А тех, кто всегда на посту, репортаж Алины Чемерис. Спят меньше четырех часов, обедают и ужинают на работе. Для сотрудников дежурной части, которые сутки не покидают помещение, созданы все условия. Даже в свой профессиональный праздник они должны быть на связи каждую минуту. Андрей Кабанов служит в дежурной части уже более десяти лет. О том, что творится в регионе, начальник смены знает все. От сосредоточенности его сотрудников и их умения быстро принимать решение зависит, будет ли пойман преступник. Можно часа два-три нести в обычном режиме службу. Потом происходит какое-то сверхчрезвычайное происшествие в области. Нужно моментально включиться, оценить обстановку, сориентировать необходимые службы для выезда на это происшествие. От этого зависит скорость раскрытия преступления. Дежурная часть – мозговой центр полиции. Сюда стекается вся информация о происшествиях. Отсюда координируется работа всех оперативных служб. За сутки в дежурную часть регионального главка поступает свыше 700 звонков со всей области. А это значит, обращение приходит каждые две минуты. Благодаря профессионализму сотрудников треть преступлений удается раскрыть по горячим следам. Повторяем ориентировку. За совершение преступления в промышленном районе задержать автомашину «Калина». Всегда на чеку и сотрудники городской дежурной части с начала года здесь приняли, около 50 тысяч звонков. За порядком следят в режиме онлайн, помогают современные технологии. В парках и скверх, на площадях и улицах Самары установлено свыше полутора сотен камер, изображение с которых передается в ситуационный центр «Безопасный город». На этом экране видео с камер, установленных в одном из торговых центров города. Одновременно можно видеть, что происходит сразу в нескольких залах. При желании изображение можно увеличить, чтобы разглядеть детали. А вот на этом экране видно наряды полиции, которые сейчас патрулируют город. Стать сотрудником дежурной части не так-то просто. Сюда принимают только опытных полицейских. В дежурную часть принимаются сотрудники, отслужившие не менее трех лет, не менее трех лет, из числа участковых, уполномоченных или из числа оперативных сотрудников. Ну и подбираются самые достойные, самые энергичные, терпеливые. Жителям напоминают, в дежурную часть полиции можно дозвониться по номеру 020 или по прямым телефонам. Всего за прошлый год в дежурные части региона поступило более полумиллиона обращений о преступлениях и чрезвычайных происшествиях. Алина Чемерес, Григорий Плешаков, События. Опытом Самарской области в борьбе с теневой экономикой губернатор Николай Меркушкин поделился на заседание Совета ПФО. Его участники обсуждали, как региональные власти могут эффективно противостоять коррупционным схемам. Подробности у Марины Матвейшиной. 27 миллиардов рублей суммарной потери регионов Приволжского федерального округа от теневой экономической деятельности. По оценкам экспертов, в прошлом году около 3,5 миллионов жителей ПФО работали неофициально, а значит не платили налоги. Об этом говорит полпредпрезидент Михаил Бабич на Совете ПФО в Оренбурге. В округе широко распространены фирмы-однодневки, которые легализуют доходы, полученные преступным путем. Ведется незаконная банковская деятельность. Активно применяется так называемая теневая инкассация. В условиях экономических санкций сложной общественно-политической обстановки для нормального развития регионов от органов государственной власти субъектов местного суммоправления требуется принятие адекватных мер по защите от противоправных посягательств и выводов теневой оборот бюджетных средств, в том числе при осуществлении государственных и муниципальных закупок. Необходимо жестко ломать систему так называемых откатов. В 63-м регионе ведется работа по противодействию созданию теневых схем. К примеру, только наведение порядка в сфере ЖКХ позволит сохранить в региональном бюджете порядка 3 миллиардов рублей. В частности, по инициативе Николая Меркушкина компенсация жителям для оплаты услуг ЖКХ теперь начисляется после подтверждения оплаты коммунальных услуг. Губернатор неоднократно подчеркивал, что этот механизм позволит свести к нулю использование мошеннических схем в этой сфере и, как следствие, сделать жилищно-коммунальное хозяйство региона более прозрачным. В системе ЖКХ за 4 года последних мы уже сэкономили ранее практически транжируемых денег порядка 16 миллиардов рублей. И те стройки, которые мы ведем, в том числе дороги, в том числе мосты, которые строим и направляем туда деньги, в том числе школы, спортивные объекты и многое-многое другое, которое раньше не делалось, это во многом за счет того, что в ряде мест каналы утечки перекрыты, и у нас появились дополнительные возможности финансировать в том числе те стройки, которые мы сегодня ведем. Опыт губернии в решении этого сложного вопроса оказался востребованным и в других регионах ПФО. Марина Матвеевшина, События. Капремонт в кредит. Новые поправки в жилищный кодекс позволяют собственникам приводить свой дом в порядок до того момента, как накопится нужная сумма. Деньги для ТСЖ и ЖСК будут предоставлять в кредитбанке. Раньше такой возможности у жителей не было. Как нововведения будут работать на практике, знает Валерия Макарова. Сделать капремонт сейчас и не ждать 10 лет. Такая возможность появилась у самарских управляющих компаний ТСЖ. Изменения в жилищном кодексе позволяют открыть специальный счет в банке и перечислять туда взносы за капремонт. Это позволит не участвовать в так называемом общем котле, когда жильцы одного дома фактически финансируют ремонт другого. Такой счет в Самаре уже открыло 351 ТСЖ. В Российской Федерации уже есть успешный опыт кредитования капремонта. Это опыт Ростова-Надану, где работают банки, которые имеют опыт выдачи кредит на капремонт ТСЖ. Идея кредитования капремонта особенно актуальна сейчас, во время подготовки к чемпионату мира по футболу. Мы все как жители платим фонд капитального ремонта. Но очередь до капитального ремонта этих домов доходит через 5 лет, через 10, через 20. Мы готовимся к чемпионату и у нас из 2120 домов, стоящих на гостевых маршрутах, половина требует ремонта. Сегодня сделать этот ремонт, а потом уже дальше с банками расплачиваться. Возможность выдавать кредиты на капремонт уже предоставляют несколько банков в Самаре. Валерия Макарова, Сергей Баскин, События. В Самаре начнут проектировать новую станцию метро, где появятся новые входы в подземку, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте, нефть сегодня дорожает. Баррель марки Brent поднялся до 51 доллара 50 центов. Валюта тоже чуть прибавила в цене курс на 30 марта. Доллар 57 рублей 2 копейки, евро 61 рубль 53 копейки. Золото стоит 2294 рубля, серебро 32 рубля 84 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 57 рублей 17 копеек, дороже всего продать за 56 рублей 87 копеек. Больше половины продуктов в России не соответствуют нормам, сообщает Роспотребнадзор. По итогам проверок 66% производителей нарушают санитарные условия производства и хранения продуктов. Минимальная цена на водку будет рассчитана автоматически, чтобы не возникало споров. В Министерстве финансов России сообщили, что алгоритм расчета уже готов. Остается согласовать детали. А в Самаре обсуждают возможность открытия еще одной станции метро. Планируется, что ее выходы будут располагаться на пересечении улиц Самарска и Маяковского, а также в районе площади Славы. На этом все. Удачи в делах. Наконец, марта в Самаре зарегистрировано 4,5 тысячи безработных. Для них и тех, кто решил сменить профессию, сегодня свои двери открыла традиционная ярмарка вакансий. Александр Сергеев узнал, какая работа наиболее востребована у самарцев. 60 предприятий, тысячи вакантных мест и еще больше желающих трудоустроиться. Ярмарка вакансий – это место, где бывшие полицейские могут стать военными, экономисты – социальными работниками, а инженеры – водителями трамвая. Впрочем, немало и тех, кто пришел сюда, чтобы впервые окунуться в рабочие будни. Студент четвертого курса теплоэнергетического факультета Станислав Исаков работать по профессии планирует после окончания вуза, а пока согласен на любую работу, лишь бы платили вовремя. Я, в принципе, пришел посмотреть, какие вакансии туда-сюда. Вдруг что-то заинтересует и что-то понравится по душе. В поисках новой профессии на ярмарку вакансий пришла мать троих детей Екатерина Иванова. Экономист по образованию теперь хочет связать свое будущее с воспитанием и обучением подрастающего поколения. Через центр занятости женщина решила подыскать курсы по переквалификации. Мне нужен удобный график работы, чтобы я могла быть с детьми или куда-то в больницу или еще что-то. И чтобы была более-менее бюджетная сфера, где можно взять больничный. То есть отпуска были, чтобы хорошие. Мне вот это очень надо. Ярмарка вакансий объединила около полутора тысяч человек. Специально для них под одной крышей собрались кадровые отделы правоохранительных органов и медицинских учреждений, коммерческих предприятий и учебных заведений. С тем же, кто не смог найти работу мечты, на помощь приходят специалисты центра занятости. На мероприятии работают специалисты центра занятости, которые помогут подобрать из общегородской базы вакансий варианты трудоустройства. Общая городская база вакансий насчитывает около 11 тысяч вакансий. Поэтому в любом случае граждане смогут подыскать себе варианты трудоустройства. По статистике, каждый месяц на ярмарках вакансий работу находят до 300 человек. В среднем 25% от общего числа соискателей. Сегодня в их числе и студент Станислав Исаков, который устроился в коммерческую компанию менеджером по продажам. Александр Сергеев, Станислав Левин. События. Свой вклад в чистоту и красоту родного города сможет нести каждый. Сегодня в администрации Самары мэр Олег Фурсов, общественные и коммерческие организации подписали соглашение. Документ подразумевает объединение усилий власти и жителей в наведении порядка в городе. На церемонии подписания соглашение побывала Марина Матвейшина. Мы живем в Самаре и искренне любим свой город, считая, что мы, нынешние жители Самары, должны сделать все, что в наших силах, чтобы наши современники и будущие поколения гордились родным городом. Знаковые события в Самарской мэрии. Олег Фурсов и руководители крупнейших городских сообществ подписывают соглашение о совместной работе по созданию комфортной городской среды. Подписавшиеся обязуются предпринимать конкретные действия и активно участвовать во всем, что будет улучшать облик города и делать Самару комфортной для жизни. Я вспоминаю, я жил у нас в поселке, к праздникам, допустим, к 1 мая, у каждого дома было все убрано. И самый стыд был и позор, когда около дома, в доме там никто не свалял, но около дома, если что-то не подметено, там не вычищено, не подкрашено, понимаете, это было дело в честь каждого человека. К соглашению присоединяются строители, профсоюзы, совет ректоров вузов Самарской области, Общероссийский народный фронт, студенческие стройотряды. Первым общим вкладом в чистоту и порядок города в рамках подписанного соглашения станет весенняя генеральная уборка Самары. Мы разделяем ответственность вместе с городом за чистоту. Студенческие отряды в количестве 1704 человека примут участие в этой акции. Мы вместе с советом ректоров уже распределили конкретные места, где мы будем убираться. В этом году за участие в субботниках горожане получат призы. Молодежь, пригласительные билеты на концерт звезд российской эстрады, люди среднего возраста, билеты в театры и музеи, серебряные поколения, дисконтные карты в сетевые магазины со скидками на продукты. Самые чистые и красивые дворы войдут в федеральную программу по благоустройству территории. И по три двора в каждом районе оборудуют системой видеонаблюдения за счет города. От того, как мы с вами эту работу проведем, как мы сумеем донести это до людей, насколько людей мы сумеем вовлечь в эту работу, будет зависеть, как будет выглядеть город Самара в ближайшее время. Я верю, что нам с вами удастся это сделать. Я верю нашим горожанам и гражданам, потому что сам живу в городе 50 с лишним лет. Помню Куйбышев, каким был, помню, какими были люди, как они умели объединяться. Я считаю, что ничего не утрачено. Нужно просто поверить во власть, поверить в себя, поверить в родную Самару и вместе всем выйти для того, чтобы привести в порядок город. Присоединиться к соглашению пожелали еще полсотни общественных и коммерческих организаций. В ближайшее время и они получат на руки этот важный документ. Объединить усилия по наведению порядка можно и другим неравнодушным жителям и организациям. Марина Матвеевшина, Василий Кладашов, События. Более 200 выпускников области зарегистрировались на досрочный этап ЕГЭ. Это те, кто по каким-то причинам не смог сдать экзамен в прошлом и позапрошлом годах. Сегодня они прошли испытания по химии и истории. Всего 74 выпускника. Какие нововведения ждут участников испытаний, узнала Лариса Шалафаст. Во время проведения экзамена также запрещается разговаривать, пересаживаться. На досрочном экзамене по истории и химии те, кто не сдал ЕГЭ в прошлом году. С профессией определилась не сразу, говорит Анна Аркадьева. Теперь, чтобы попасть на второй курс Санкт-Петербургского университета, нужно обязательно сдать ЕГЭ по истории. Родителей не послушала, теперь я в этом сдаю. Дети упорные, упрямые. По истории на самом деле очень много информации, но если ты готовилась, ты обязательно сдашь. Так и по всем предметам. Исторические личности, даты, факты. То есть история, она все по датам. Но в введении этого года выпускник может зайти на экзамен спустя два часа после начала. Правда, временно выполнения заданий не прибавят. Приносить телефон и пользоваться шпаргалками по-прежнему строго запрещено. За соблюдением этого требования тщательно следят не только камеры, но и наблюдатели. У нас количество удаленных с пункта за использование средств связи в том году было порядка 12 всего лишь на всю область. Поэтому я надеюсь на то, что в этом году в Самарской области таких удалений будет намного меньше. Еще одно новшество этого года. Если раньше экзаменационные материалы привозили в школы до начала испытания, то сейчас их печатают прямо на месте с помощью официальной программы и ключей доступа. Экзамены проводятся по новой технологии. КИМы, контрольно-измерительные материалы, распечатываются в аудитории с диска. Они активируются токеном, который у члена ГЭК с электронно-цифровой подписью. Результаты экзамена станут известны не позднее 12 апреля. Следующий досрочный экзамен пройдет 31 марта. Выпускники сдадут математику. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Обратная сторона телеэфира сегодня открылась для учеников школы юного журналиста. Ребята с экскурсии посетили редакцию нашего телеканала и познакомились со всеми секретами закадровой работы. По коридорам телевизионного закулисья школьников сопровождал Андрей Горгуленко. 11-классник Евгений в импровизированной студии перед камерой чувствует себя комфортно. Стать тележурналистом – давняя мечта. Евгений уверен, что своей цели достигнет, потому что он очень творческий человек. Я вообще связан с написанием текстов, то есть я пишу стихи, рассказы пишу. Но потом я пришел в школу журналистов, и мы начали готовиться к этой профессии, то есть все ее азы мы начали познавать основательно. Евгений, как и его друзья по школе юного журналиста, сегодня увидели весь процесс создания материала на канале «Самара ГИС». Ребята познакомились и с корреспондентами, и с операторами, заглянули в студии звукозаписи и монтажа. Ты пришел в телекомпанию, и в принципе по своим способностям, по своим желаниям, по своим предпочтениям ты можешь выбрать вид деятельности, тот, который тебя устраивает. Хочешь быть человеком популярным – идешь в тележурналисты, стараешься достичь уровня, допустим, собственной передачи, чтобы тебя узнавали. Тебе нравится работать с видео, как вот снимать, берешь в руки камеру. Столько полезного, столько нужного именно для моей будущей профессии я узнала. Походив на занятия, я решила, что профессия журналист – это именно то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь. В школе журналистов занимаются учащиеся 9-11 классов под руководством опытных наставников из самарских СМИ. За время работы школа подготовила более 200 выпускников, а самые способные ребята получают рекомендации Самарского союза журналистов России для поступления на профильный факультет. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События. В Самаре летом в Космическом музее откроется экспозиция, посвященная чемпионату мира. Зал будет разделен на 6 зон, которые расскажут об истории самарского футбола и мундиаля. Будет в нем и интерактивная фото-зона. Об этом рассказали на пресс-конференции «Самара глазами гостей», где обсуждали вопросы туристической привлекательности города. Главным героем встречи стал новый ролик Самары как организатора чемпионата мира. В видеовизитке туристам рассказали, чем славится город и какие места стоит посетить. Полную версию его можно увидеть на сайте мэрии. Несмотря на то, что создателями видео являются не самарцы, эксперты говорят, что ролик получился по-настоящему самарским, душевным и ярким. Чем больше роликов хороших и разных, тем будет лучше. Но вот этот мне особенно понравился. Видимо, сделан как-то с душой, видимо, сделан очень профессионально. Правильные слова подобраны. Действительно, гордость такая за наш город. Я считаю, что Самара обязана просто была принимать чемпионат мира. Самара-футболка. Самара была, есть и будет всегда футбольным городом. Самарцы штурмуют спортивные вершины. Ветераны первые в легкой атлетике. Золотая медаль также у стрелков. Бронза у дзюдоистов. С подробностями побед. Сергей Кизоркин. Новости спорта. Продолжит эфир. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Ветераны Самарской легкой атлетики показали класс на чемпионате страны. Золотая пуля армейской спортсменки. Самарская дзюдоистка стала третьей на первенстве России. Дзюдоистка Дилбара Салкарбек повторила свой прошлогодний успех. Она выиграла бронзовую медаль в первенстве страны в весовой категории до 57 килограммов. В четвертьфинале самарская спортсменка победила прошлогоднюю чемпионку Анну Воронину. На пути к золотой медали ее остановила Кристина Шилова. Однако в схватке за третье место Дилбара одолела Екатерину Доценко. Впереди у Салкарбек розыгрыш Кубка Европы. На первую ступень пьедестала почета поднялись самарские стрелки. Делия Айталиева выиграла золотую медаль на всероссийских соревнованиях. В Костроме проходил личный зачет в олимпийском упражнении. Пневматическая винтовка дистанция 10 метров. Кандидат в мастера спорта в квалификации выбила 405 очков. В финале 243. Второе место у спортсменки из республики Коми Елизаветы Сысоевой. Третье заняла Алина Хвиюзова из Архангельска. Показали классы ветераны. Самарские легкоатлеты одержали 14 побед на чемпионате России. Московский спорткомплекс ЦСКА собрал рекордное количество участников. 450 человек из 60 городов. Чемпионат посвятили двухкратному олимпийскому чемпиону Владимиру Куцу. Сборную Самарской области представляли 19 спортсменов. Самым успешным в очередной раз стал Николай Михайлов из спортпоселка. В свои 87 лет ветеран снова сделал золотой хет-рик. У него первые места в беге на 400, 800 и 1500 метров. Теперь он уже 73-кратный чемпион России. А 74-летняя Галина Куликова из Самары стала чемпионкой страны в прыжках в длину и в высоту. В апреле победители поедут на всемирные ветеранские игры в Окленд. Новая Зеландия. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Внимание телезрителей! С 23 марта наш телеканал вещает в сети Дом.ру в цифре на 22-й кнопке, а в аналоге на 24-й. Ну а наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Редактор субтитров А.Семкин